так ну чего всем привет ситуация у меня такая произошло ехал из деревни и когда мне оставалось примерно там километров 100 до москвы у меня вдруг загорелись все лампочки гидроусилитель не работает этот генератор залез посмотрел у меня вот такой вот порванный ремень и когда я уже потом снял выяснилось что-то меня заклинил этот ролик этот ролик у меня отходил полгода в планете железяки его покупал люфт на нем был вообще чумовой здесь что еще надо будет отдирать и соответственно вот эти вот два ролика видите чуть ними сейчас о но весь прикол здесь подшипники идеальные и здесь тоже подшипник даже не болтается то есть причина была вот в этом ролике видите что с ним случилось вот раз я купил у вас потреб союзе сейчас мы поставим и посмотрим сколько проходят те ролики так на натяжитель у нас идет вот такой вот номер сейчас мы его поставим чудо я полез и обратил внимание у меня здесь тяжело то почему-то у меня тут куска вот этой шайбы нету ведь так и должно быть ну в любом случае у меня вариантов нету будем ставить а в следующий раз наверное все-таки и натяжитель купим заодно слушайте я вам даже скажу что он тише стал работать прекрасно посмотрим сколько эти отходят ролики что-то машина постояла ровно одну неделю и аккумулятор почему-то сдох и вот мы проверяем он у нас здесь показывает примерно видите 7 вольт даже наверное 8 а теперь мы берем вот этот тестер вот этот тестер втыкаем и он здесь даже 6 не показывает сейчас мы поставим на зарядку и будем заряжать всем привет вот никогда бы не подумал что мозг у меня взорвется вот на таких вот резиночках короче решил я тут колодки поменять и обратил внимание что у меня вот один тут рваный и второй тут был рваный но я его снял он вот он вот он где рваный был короче пошел в планету железяка они мне сначала продали вот этот пыльничек я короче а вот сюда просто не наладить никак вообще просто потом я пошел в другой магазин тоже планета железяка но замкадом короче вот вот это якобы типа родной этот который у меня стоял чувствуете разницу а вот это это с 52 газона грузовика передний я по забрал последний потому что вот этих было всего два а вот этих было 4 и вот сейчас один из них вот умудрился сюда вот поставить вот он как выглядит теоретически слушайте он сюда залез сейчас я сюда еще один воткну якобы которые родные вот эти и это в прозапас на всякий случай оставлю вот блин может быть для кого-то не секрет но для меня это была новость вообще что их столько много модификаций всяких ладно продолжим ремонт короче обратил внимание вот эта часть ходят а вот этот к сожалению закисло и чтобы я не пытался сделать короче провернуть или еще что-то там сделать блин не получается короче приняло решение заменить этот цилиндр сейчас мы попробуем вот тут все по выкручивать и попробовать сдернуть трубку глава чтобы у нас все открутилось и так поехали в итоге короче я отказался от замены пыльников потому что здесь они закисли настолько что они даже не двигались из-за этого может быть они пищали вот вот как вот сейчас пищит машина заменил колодки но я вам скажу колодки то были клёпаные и не до конца стерлись вот поэтому я их оставил может быть еще наклепаю на них накладки другие будут запасные колодки но пока не знаю честно говоря что с ними делать но в итоге эти два пыльника были повреждены вторые два пыльника были целые и их снял оставил в запас на всякий случай потому что они в идеальном состоянии но так чуть-чуть ржавчину имеют но их даже не протирал так что вот так вот сейчас мы это дело все разложим потом в гараж отвезем и когда будет время так займемся пока все так что вот это очередной ремонт был